В ауле Чур Туркменского округа предприимчивых жителей много. В основном люди занимаются разведением овец. Поэтому жители договорились между собой пасти их разом, по очереди. Наши две улицы, 20 дворов, вот каждые 20 дней пасем. Каждый день пастух меняется. Работать нужно реже, эффективность та же самая. Главное научиться отличать своих овец из общего стада. Как же они не смешиваются? Они смешиваются, они просто приучены, они временно разделяются, уже знают, кто где живет. Это первые недели-две весной чуть помучаешься с отбивкой. А потом уже они сами дорогу находят, мои ко мне во двор, чужие дальше проходят. Рамиль занимается овцеводством в третьем поколении. Его отец этим занимался, дед был чабаном. Теперь и дети помогают. И все благодаря соцконтракту. Услышали, что существует, вот и решили, короче, попробовать ее взять. Ну и получилось, взяли, открыли ИП. Ну вот и развиваемся, купили овец. Сейчас планируем развиваться дальше, все больше и больше, как получится. А так все нормально, пока идет. Вот свои овцы и соцконтракт, конечно, большую роль сыграл в этом деле, короче, помогла финансово. На полученные 350 тысяч закупил 12 овец и столько же ягнят. Дальше планируют только развиваться. Сделать загон побольше, чтобы помещалось целое стадо. Сфера общественного питания в селах развито мало. Поэтому интересным решением будет открытие своего кафе. И в этом тоже может помочь социальный контракт. А это уже летняя ставка. Здесь Сергей Прокудин решил открыть собственный ресторанный бизнес. В этом тоже помог соцконтракт. Получилось так, что в том году сын вернулся с Саратова. Ну, а здесь заниматься, в принципе, чем-то надо было. У него опыт около 10 лет. Именно суши, роллы такой. Ну и как-то дома об этом поговорили. Ну, само оно как-то к этому и вышло. Вместе с сыном Александром и приняли решение открывать кафе. Обратились в отдел соцзащиты, написали бизнес-план. И все получилось. Место выбирали где-то около полугода, наверное. Много вариаций. Пришли к тому, что здесь помещение было давным-давно в запустении. Сделали... Поговорили с хозяином помещения. Договорились о том, что он сделает ремонт. Он, получается, сделал такой чистовой ремонт. Мы сделали уже свой. Пришли к общему знаменателю. Получили 350 тысяч. Купили мойки, столы, печи, фритюр и посуду. И уже готовы открыть общий зал для гостей. У нас за три года последних заключено в районе 136 социальных контрактов. Очень большая сумма выделена. Более 18 миллионов на эти социальные контракты. Конечно, это большая поддержка. Тем более для нашего Туркменского муниципального округа. Это в первую очередь рабочие места. И люди у нас выходят из тени. Конечно, преимущества мы отдаем семьям многодетным, в первую очередь. И где имеются дети-инвалиды. По поручению губернатора Ставрополья Владимира Владимирова в 2023 году на заключение социальных контрактов выделили 890 миллионов рублей. А познакомились с предприимчивыми жителями Ставрополья Илья Белозеров и Сергей Трегубов. Ставропольское телевидение. Продолжение следует... Продолжение следует...